уважаемые земляки по итогам оперативного штаба информирую вас об основных новостях на данный момент на ямале 58 заболевших коронавирусной инфекцией это те анализы которые мы отправляли в федеральный исследовательский центр и по которым пришло подтверждение еще чуть более 20 находятся в работе хочу еще раз поблагодарить всех наших лаборантов которые ежедневно делают более тысячи тестов качество этой работы высоко оценил федеральный центр почти стопроцентный результат у нас подтверждается из понедельника нам разрешено не отправлять анализы на окончательное подтверждение это позволит нам без задержки информировать всех и вести более точный учет на днях наш президент владимир владимирович путин подчеркнул что в эти сложные дни особенно важно поддерживать семьи с детьми и конечно особо тяжело многодетным принял решение об единовременной выплате из регионального маткапитала в размере 30 тысяч рублей также эту выплату смогут получить и те кто с 1 января получил право на наш новый ямальский маткапитал на второго ребенка до конца следующей недели необходимо раздел будет сделан на сайте департамента соцзащиты нашего региона и просто подав там заявление вы сможете получить эту выплату многие откликнулись на наш призыв помочь пожилым людям заставка всего необходимого сердечно благодарен всем нашим волонтерам пообщался с ними лично на этой неделе очень искренне светлые ребята выяснилось что многие заказы разносят пешком решили что машины из гаражей всех администраций будут помогать нашим волонтерам ежедневную ситуацию по больным мы теперь публикуем в разрезе муниципальных образований чтобы снять лишние вопросы и недоверие и здесь я не могу не отреагировать на одну историю которая сейчас разворачивается в сетях неделю назад впервые увидел в интернете обвинение в адрес одного из руководителей на пангодинском месторождении писали о том что именно он уезжал за границу скрыл это и заразил всех остальных за неделю версия стала чуть ли не официальной уважаемые мальцы особенно пангодинцы я точно не собираюсь никого покрывать и обелять какую бы должность кто не занимал а этого человека я и не знаю вовсе но для меня также важно чтобы у нас не звучало несправедливых обвинений в адрес того кто не нарушал закон и кто в этом не виноват поэтому я уже сам обратился к специальным службам пограничникам которые дали мне полную информацию о всех передвижениях этого человека за последние месяцы не был он ни в какой италии да и вообще за граница не был с прошлого года уважаемые земляки я понимаю что сейчас многим тяжело вся эта ситуация она очень угнетает но мы должны пройти это испытание достойно показать свои лучшие человеческие качества не обвинять кого-то тем более в том что человек не делал а сплотиться мы же северяне мы как никто другой должны показывать в этом пример будьте здоровы Okay dzieci Позвучит T Продолжение следует...